Хакин Феникс – один из наиболее противоречивых актеров в Голливуде, при этом один из самых талантливых и востребованных. Он блистательно сыграл Джокера и получил за него премию «Оскар». Перевоплощаясь в новые образы, актер сильно меняется внешне, например, набирая десятки лишних килограммов или стремительно худея. Джокер. Как живет Хакин Феникс и сколько он зарабатывает? Хакин Рафаэль Боттом родился в Пуэрто-Рико 28 октября 1974 года. Его мать, Орлин Шэрон Дунец, происходила из семьи осевших в Бронксе еврейских иммигрантов из Венгрии и России. Его отец из испано-ирландской семьи Джон Ли Боттом. Родители состояли в секте Дети Бога, миссионерствовали и путешествовали на старом фургоне по Южной Америке. Культ Дети Бога пропагандировал противоестественные сексуальные практики. Например, Ривер Феникс утверждал, что лишился девственности в 4 года, после этого семья ставила Детей Бога. Им повезло вовремя уехать, так как позже в культе начали происходить по-настоящему страшные и странные вещи. Например, новых членов в секту женщины приманивали, используя свое тело. Но Боттомов это больше не волновало. Чтобы отметить новый этап в своей жизни, они сменили фамилию и стали Фениксами, переродившимися. Новоиспеченные Фениксы решили осесть во Флориде, но многодетная семья была очень бедной, денег на билеты не было. Родители уговорили знакомого священника провести их на старенькое грузовое судно и спрятать там. На середине пути команда корабля обнаружила зайцев, но жалились над беднягами. На этой барже Хакин встретил четвертый день рождения. По счастливому совпадению судно перевозило игрушки, и парочку экипаж решил подарить имениннику. Переехав во Флориду, Орлин быстро нашла работу с секретаршей на канале NBC, а Джон занялся озеленением садовых и парковых участков. Детей было решено пристроить в шоу-бизнес. Мама нашла для них агента, Айрис Бертон, единственную, кто согласился представлять их интересы. Хакин продолжил работать с ней на всех этапах его карьеры и в дальнейшем. Выбирать, в какой рекламе сняться, приходилось тщательно. Фениксы – вегетарианцы и борцы за права животных, причем в этом всю семью убедил четырехлетний Хакин. Они не соглашались сниматься в роликах, продвигающих товары, которые противоречили их идеологии. Позже Хакин рассказывал, что он вместе с братом и сестрами был свидетелем того, как убивали рыбу очень жестоко и агрессивно. В тот момент для него стало очевидно, что он не хочет поддерживать подобное и причинять боль другому живому существу. Чтобы помочь родителям прокормить семью, Феникс вместе с братом и сестрами работал уличным артистом. В детстве Хакин завидовал брату и сестрам, потому что у них были необычные имена, которые в переводе с английского означают «река, дождь, лето и свобода» и требовал, чтобы родные называли его «лив», то есть «лист». Это продолжалось до 16 лет, когда он решил снова использовать свое настоящее имя. Кстати, Хакин родился со скрытой формой зайчьи губы. По словам мужчин, он уже родился со шрамом на этом месте. Врачи полагают, что расщепление срослось еще в утробе. В юности Хакин во многом равнялся на старшего брата Ривера Феникса. У того благополучно складывалась карьера в Голливуде. Дебютная роль Хакина на ТВ пришлась на сериал «Семь невест для семерых братьев», где также играл Ривер. Хотя незадолго до этого, в 10 лет, он под псевдонимом «Лив Феникс» вместе с братом снялся в обучающем ролике про особенности воспитания детей с дислексией. Школу Хакин так и не окончил, бросив занятия в подростковом возрасте. В 80-х актер довольствовался в основном эпизодами в сериалах и небольшими ролями в кино. Наиболее известные проекты этого периода она написала «Убийства», «Русские» и «Родители», где партнером Хакина выступил Киану Ривз, ставший позднее близким другом. В 1993 году старший брат Феникса умер от передозировки наркотиками у него на глазах. Тогда Ривер считался самым известным из семейства Феникс, ему прочили большое будущее. В роковой вечер 31 октября 1993 года он пошел вместе с Хакином в клуб «Viper Room», принадлежавший Джонни Деппу. С подачи своего друга известного музыканта принял дозу наркотиков, которая, как стало понятно, практически сразу оказалась летальной. Хакин вызвал 911, но было уже поздно. Это событие выбило актера из повседневной жизни. Он не мог прийти в себя больше года и не хотел сниматься. Вернуться в профессию ему помог режиссер Гас Ван Сент, который пригласил его сняться в фильме «Умереть во имя». В 1995 году на съемках фильма «Выдуманная жизнь Эбботов» Хакин познакомился с Лив Тайлер, дочерью музыканта Стивена Тайлера. Его подкупила простота молодой звезды, а ей очень понравилось, как серьезно Феникс готовился к их совместным сценам. Вскоре они начали встречаться, у них было множество общих интересов, оба были вегетарианцами и участвовали в экологических акциях. Феникс и Тайлер считались одной из самых красивых пар Голливуда, однако из-за разного графика съемок влюбленные не могли часто проводить время вместе. Через четыре года Тайлер закрутила роман с солистом и бас-гитаристом группы Space Hawk Ройстоном Лэнгдоном, что и стало причиной расставания пары. Перед тем, как утвердиться в статусе не просто перспективного, а по-настоящему талантливого актера, Хакин снялся в криминальном триллере «Поворот» и в «Детективе 8 мм». Звездный час актера наступил в 2000 году после выхода на экраны «Гладиатора». Феникс предстал колоритным и противоречивым римским императором Комодом – антагонистом персонажа Рассела Кроу. За эту роль его номинировали на премию гильдии актеров «Бафта», «Золотой глобус» и «Оскар». Правда, все статуэтки от Хакина ускользнули. В том же году зрителей впечатлило исполнение Фениксом роли священника в кинокартине перо маркиза де Сада, за которую ему заплатили 375 тысяч долларов. Будучи убежденным вегетарианцем, Хакин отказывался надевать на съемках кожаные изделия, поэтому его обувь была сделана из искусственной кожи. Через год актеру досталась главная роль в триллере «Солдаты Буффало», где гонорар составил 700 тысяч долларов. В 2001 году Хакин Феникс начал встречаться с известной южноафриканской моделью Топаз Пейдж Грин. Известно, что ради отношений с голливудским актером модель переехала в Нью-Йорк из Йоханнесбурга. Спустя четыре года этот союз распался. В 2002 году вышел фантастический детектив «Знаки», в котором Феникс снялся вместе с Мэлом Гибсоном. Роль в этом фильме Хакину досталась в последний момент. Он заменил Марка Руффало, вынужденного покинуть съемки по состоянию здоровья. За этот фильм Феникс получил миллион долларов. В 2003 году Хакин работал над документальным фильмом «Земляне», повествующим о жестоком обращении с животными. Он считает эту картину самой важной своей работой. Актер славится умением вживаться в роли. Наблюдая за его героями на экранах, зрители не догадывались, какая тяжелая работа предшествовала им. Так, в 2004 году Хакин получил роль пожарного в фильме «Команда 49. Огненная лестница». До начала съемок актер боялся высоты настолько, что даже не мог заставить себя в пожарной части соскользнуть по шестиметровому шесту со второго этажа на первой. Готовясь к роли, он примкнул к настоящей пожарной бригаде и не просто ездил с ними на вызовы, а принимал активное участие в тушении пожара. Самой большой похвалой были теплые слова от бывших товарищей пожарных, которые сочли его персонажем максимально убедительным. По окончании тренировок актер уже безо всякого страха висел на тросе на стене здания на высоте двадцатого этажа. За этот фильм гонорар составил 850 тысяч долларов. Далее последовала драма «Отель Руанда» и триллер «Таинственный лес», за который актер получил 5 миллионов долларов. Музыкальная биография «Переступить черту» с Рис Уизерспун, где Феникс сыграл кантри-музыканта Джонни Кэша, принесла ему золотой глобус и гонорар в 3,5 миллиона долларов. Хакин и Кэш абсолютно не похожи ни внешне, ни по характеру. Чтобы перевоплотиться в музыканта, актер, по его словам, переступил через себя. Он несколько месяцев дотошно изучал биографию Кэша, ни на минуту не выпускал гитару из рук. Просил коллег называть его исключительно Джонни, игнорируя попытки обратиться к нему по-настоящему имени. «Переступить черту» принес Хакину массу наград, помимо золотого глобуса, и это вызвало у актера раздражение. Он назвал кинематографические награды полным враньем. В 2005 году Феникс добровольно сдался специалистам, обнаружив и осознав свою зависимость от алкоголя. Своё обращение в лечебницу и опыт пребывания в клубе анонимных алкоголиков актер называет лучшим решением в жизни. В 2007 году вышел триллер «Хозяева ночи», в котором Феникс снялся с Марком Уолбергом и Евой Мендес, и драма «Запретная дорога», где компанию актеров составили Дженнифер Коннелли и Марк Руффало. После фильма «Любовники» Хакин объявил о своем желании уйти из кинобизнеса. Спустя некоторое время он пришел на шоу Дэвида Леттермана, изрядно набрав вес с густой бородой, вел себя довольно странно и анонсировал новый виток своей творческой деятельности – чтение рэпа. Общественность долго обсуждала происходящее с Фениксом. В итоге оказалось, что все это часть съемок псевдо-документального фильма Кейси Аффлека «Я все еще здесь». По поводу драмы «Мастер» Феникс любит шутить, что Пол Томас Андерсон, вероятно, увидел его в «Я все еще здесь» и решил. Этот парень сумасшедший и наверняка согласится на любое безумство, которое я предложу. Надо его нанять. В этом фильме Хакин играет жестокого ветерана войны, одурманенного идеями деструктивной секции, эффекты. Иногда он забывал выйти из образа и крушил съемочную площадку, нанося себе травмы. Во время сцены в тюремной камере Феникс разбивает настоящий туалет. Его действия были полностью симпровизированы. Хакин не собирался разбивать его и даже не думал, что это возможно. Кроме того, он пошел к дантисту и попросил поставить на зубы специальные металлические скобы, сковывающие улыбку. За эту роль его номинировали на «Оскар», что опять вызвало у него неловкость. По словам Феникса, такие награды – это всегда результат коллективной работы. И только. Далее последовали мелодрамы с участием актера, такие как «Роковая страсть», «Врожденный порог» и «Она», где Феникс воплотил образ писателя, который воспылал истинными чувствами к виртуальной возлюбленной. «Даму сердца» озвучила Скарлетт Йоханссон. Картина удостойна «Оскара» за сценарий, а «Золотой глобус» у Хоакина увел Леонардо Ди Каприо. В 2013 году актер начал встречаться с диджеем Элли Тейлз. Он даже пропустил церемонию «Оскар», вместо которой отправился со своей девушкой в фитнес-зал, где они осваивали технику каратэ. Но через два года пара рассталась. На 2015 год пришелся выход «Иррационального человека», которого снял Вуди Аллен. Хоакин набрал перед съемками почти 15 кг веса, будучи твердо уверен, что его персонаж должен выглядеть именно так. В 2016 году у Феникса начался роман с партнершей по фильму «Мария Магдалина» «Руни Марой». Актеры познакомились еще раньше – на съемках фильма «Она». Тогда Феникс был уверен, что противен мире. Впоследствии оказалось, что симпатия Хоакина была взаимной, и Руни просто стеснялась проявлять свои чувства. Актер признался, что Руни была первой девушкой, за которой он наблюдал в интернете. В «Марии Магдалине» Феникс играл Христа. Помимо скрупулезного исследования биографии Иисуса, он изнурял себя голодовками, чтобы потерять любое напоминание о голливудском лоске. Чуть позже Феникс играет с Руни в еще одном фильме «Не волнуйся, он далеко не уйдет». В 2017 году актер появился в триллере «Тебя никогда здесь не было». Картину хорошо приняли критики. Во время вручения пальмовой ветви в Каннах в номинации «Лучшая мужская роль» Хоакин и не думал о победе, и когда со сцены произнесли его имя, он не сразу вышел за призом, предварительно уточнив у Руни Мары итоги. В 2018 году вышла драма «Братья Систерс», в которой был собран серьезный актерский состав – Джонси Райли, Джек Джилленхол и Риз Ахмед. Сниматься с ними Фениксу, по его словам, было комфортно и увлекательно. Главным проектом Хоакина за 2019 год, без сомнений, является Джокер. Еще недавно казалось, что лучше всего этот образ на экраны перенес Хит Леджер, который был близким другом актера, но вышедший осенью фильм заставил фанатов восхититься Фениксом, соответствующим этой сложной роли. Джокер с Хоакином Фениксом не имеет ничего общего с комиксами DC. Это трагичная история о человеке, которого не принимает общество, и это отношение, в конце концов, превращает беззлобного комика Артура Флека в «Безумца-маньяка». Для этой роли Хоакин сбросил 24 килограмма и долго репетировал «Зловещий смех» и изучал движение и мимику звезд немого кино-бастера Китона и Рея Болджера. Кроме того, он читал про различные расстройства личности и хотел показать Джокера так, чтобы даже психиатры не смогли бы определить, что с ним. Старания актера принесли ему Оскар в категории лучшая мужская роль. Джокер стал самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории, собравший более 1 миллиарда долларов. Гонорар Феникса вместе с процентами от кассовых сборов исчислялся десятками миллионов долларов. Речь Хоакина Феникса на церемонию Оскар привлекла не меньше внимания, чем полученная им премия. Хоакин посвятил свое выступление не только коллегам и кино, но в первую очередь доброте, общности и человечности. Актер упомянула права животных, слова о том, что у коровы отбирают новорожденного теленка, чтобы затем использовать предназначенное для него молоко, с подобной сцены можно услышать нечасто. После официальной части церемонии Хоакин и Руни уединились, чтобы отметить победу веганскими бургерами. О странностях Феникса в Голливуде ходят легенды, на пресс-конференциях он благополучно засыпает или, в лучшем случае, игнорирует адресованные ему вопросы. На интервью, если он их все-таки дает, может просто встать и уйти после смутившего его вопроса. Ну а фанаты даже могут не мечтать о селфи с актером – Феникс предпочитает немного поболтать и провести с ними некоторое время, а не просто позировать для фотографии. Однажды он поблагодарил поклонницу за ее храбрость, так как она решилась подойти одна к актеру, стоявшему в компании друзей. Летом 2019 года состоялась помолвка Хоакина Феникса и Руни Мары, а в сентябре этого года у пары родился сын, получивший имя в честь покойного брата Хоакина – Ривер. Сейчас состояние актера составляет 50 миллионов долларов. У него есть шикарный особняк в Лос-Анджелесе на Голливудских холмах, который он купил за 5 миллионов долларов. Чтобы расширить свою территорию, он приобрел еще один соседский дом за полтора миллиона долларов. У Феникса есть довольно неплохой автопар, который включает такие автомобили, как Mercedes S-класса, Tesla Model X, Volvo XC60, Subaru Forester, Toyota Prius, Lexus RX и другие. Недавно стало известно, что планируются съемки второй части Джокера. Хоакин Феникс заявил, что готов сотрудничать только при условии, если его гонорар составит 50 миллионов долларов. Кинокомпания Warner Bros. снимет в течение следующих четырех лет, в 2022 и 2024 годах, два сиквела, в которых Хоакин, режиссер Джокера Тодд Филлипс и продюсер Брэдли Купер должны подписать долгосрочные контракты. С Фениксом трудно договориться на какие-либо условия, но если это получится, это будет самый главный день за всю его карьеру. Как вы считаете, смог ли Хоакин Феникс стать лучшим Джокером?